В данном видео мы познакомим вас с основными особенностями решения простые коммуникации. На конкретном примере убедимся в простоте внедрения и дальнейшего использования нашего продукта, качество которого подтверждено сертификатом компании SAP. В качестве примера реализации email-интерфейсов общения с пользователем для SAP потока операции Workflow рассмотрим следующий пример. Сотрудникам одного из отделов организации было создано общее уведомление в системе. Как только объект был сохранен, руководителю отдела было направлено письмо с включенной опцией «Согласовать» либо «Отклонить» созданный документ. Сейчас на небольшом примере мы расскажем, как просто с использованием в IC1 простые коммуникации реализовать такое письмо для SAP потока операций. Пример реализации классов для сценария потока операций состоит из трех основных частей. Изначально необходимо унаследовать класс, содержащий основную функциональность по формированию писем в свой класс. Затем необходимо скопировать демонстрационный класс для фермирования письма по конкретному виду документа. В качестве завершающего этапа необходимо скопировать демонстрационный класс для привязки к потоку операций. Теперь пройдем по всем этапам реализации более подробно. Изначально необходимо унаследовать класс SkyBFR CLYCA1 ERP Mailbone в свой класс. Это будет общее ядро для всех задач по формированию писем, как для рассылки простых оповещений по документам, так и для писем на согласование по потоку операций. В этом классе нужно будет переопределить четыре маленьких метода для формирования общего корпоративного стиля писем. Шаблон письма GetTemplate. Здесь определяется имя шаблона, либо при необходимости можно реализовать чтение шаблона из любого источника. Заголовок GetHeader. Здесь определяется тема письма и шапка, имя компании и информационная строка. Обращение к получателю GetSections. Здесь мы формируем текст обращения к получателю. Подпись GetFooter. Данный класс создается один раз для всех видов документов в системе. Для формирования письма по конкретному виду документа необходимо скопировать поставляемый с YCA1 простые коммуникации демонстрационный класс SkyBFR, CL, YCA1, IRP, Mail, PM, GN. Указать для него созданный в предыдущем пункте класс ядро в качестве родительского класса и переопределить следующие методы. Наполнение содержимого письма GetSections отвечает за чтение данных документа и непосредственно наполнение данными письма. Формирование кнопок GetButtons используется для указания действий по каждой из кнопок, надписи на них, другой дополнительной информации, к примеру, элементы контейнера потока операции для изменения, шаблон кнопок. Этого будет достаточно для рассылки простых уведомлений по документам без привязки к потоку операций. Для привязки к потоку операций необходимо скопировать демонстрационный класс SkyBFR, CL, YCA1, WF, Exit, PM, GM, поставляемый с YCA1 простые коммуникации, и переопределить методы. Для определения WorkItem GetFlow Какой элемент потока операций относится к отсылке письма на утверждение, какое к уведомлению утверждено, отклонено. Для вызова класса из предыдущего пункта PrepareMail Вызов формирования письма При необходимости также переопределить методы чтение объекта из потока операций GetObjects из контейнера потока операций или элемента потока И определение агентов-получателей письма GetActors Аддон может сам определять агентов по правилу либо по инициатору. Другие алгоритмы могут быть также реализованы в этом методе. Во всех этих классах используются текстовые элементы. Также в Аддоне реализован механизм переключения языка на язык конкретного получателя, что обеспечивает поддержку мультиязычности при формировании писем прямо из коробки. Как видно из данного примера, объем программного кода небольшой, и непосредственно программирование кода для формирования письма и экзит-класса для потока операций может быть выполнено за 1-3 часа. Все, что необходимо сделать для ускорения реализации, это скопировать или унаследовать вспомогательные классы. В случае, если необходимо реализовать отдельную опцию, необходимо переопределить соответствующий метод класса. Повторимся, объем разрабатываемого кода небольшой, так как основная часть функционала уже реализована в Аддоне. Теперь откроем в backend-системе общее уведомление, для которого было сформировано письмо. Для того, чтобы согласующему из письма агенту не пришлось заходить в SAP-систему, в письме отображаются следующие основные данные объекта. Общие данные из заголовка документа и детали. В результате вызова класса, поставляемого в решении простые коммуникации, сформировалось следующее письмо. Как мы видим, оно содержит именно те данные системного объекта, которые были показаны на предыдущем шаге. Таким образом, внедрение решения простые коммуникации существенно ускорит разработку SAP-приложений и утилит для формирования, рассылки и обработки входящих электронных писем. Продолжение следует...